Несколько дней назад стало известно, что администрация США получила некий засекреченный доклад относительно цели американской администрации в Украине и дальнейшего плана действий, пишет свободная пресса. Какие будут сделаны выводы из предложения этого плана, сказать пока сложно, но идеи нанесения стратегического поражения России там четко прописаны, иначе бы это не было засекреченным докладом, пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады Ран Владимир Васильев. Как пишет ресурс, все тайное рано или поздно становится явным, и очевидно, утечка информации все же произошла. Политолог Сергей Марков представил предполагаемый план США для России – прекращение боевых действий по текущей линии фронта, Россия уходит из Харьковской области, Украина из Курской, передача Запорожской АЭС под контроль ООН и МАГАТЭ, признание России вины, позволяющей конфисковать 300 миллиардов евро и долларов замороженных активов, ускоренная милитаризация Украины. Этот план может быть введен в действие уже в октябре. Вашингтону важно ввести его до выборов президента. Предполагается, что перемирие в Украине поможет Камале Харрис победить. Если Россия не согласна с таким планом перемирия, то будет дан старт массовым ударом дальнобойными ракетами по российским городам и военным целям в глубине России. Как заявил Сергей Марков, ядерная война, если до этого дойдет дело, будет длиться 15 минут, не дольше. Будет уничтожено все живое на Земле. На сегодня у России около 11 тысяч ядерных боеголовок. Столько же у США. 800 ядерных боеголовок у Китая, 300 у Франции, 200 у Англии, у остальных по мелочи. И поэтому американцы лучше других понимают весь ужас ядерной войны, указал эксперт. В публикации свободной прессы рассматривается вопрос о возможных целях НАТО в случае ударов по территории России. Согласно приведенном в статье данным, основанном на расчете военных экспертов, под угрозой могут оказаться 9 крупных российских городов с общим населением около 4 миллион 700 тысяч человек.